Брали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их. Появилась свеча, и все поняли, какая огромная выгода от нее всем, художникам, ибо срок жизни иконы уменьшается в десятки раз. Наблюдатели за свечами тоже предели, продавцы. Стали писать книги, как правильно передавать свечи, через какое плечо. Делают свечи пасхальные с украшениями, и пудовые купеческие. Мне пришлось быть на свечном заводе зарубежной церкви близ Нью-Йорка у священника Алексея Макрина под храмом. Огромные баки со специальными охладителями для скорости изготовления. Центнера стеарина. Вы когда-нибудь были на пасеке? Какой там микроклимат? Как пчелка, божья вошка изготавливает воск. Вам не проходилось читать про это? Это фактически пчелиный пот молодых пчел. А вещество для него они собирают не с тысяч, а с миллионов цветов. Чтобы собрать один килограмм меда, пчеле требуется посетить около 4 миллионов цветов. Об этом хорошо сказано в житии Макария Александрийского. Горение свечи означает любящее Бога сердце, его чистоту, процветание в различных многообразных добродетелях. Если вы возьмете в руки чистые восковые свечи, то вы никогда уже не забудете их медовый запах, их благоухание. Правильное отношение к свечам мне приходилось видеть только в Псково-Печерском монастыре и более нигде. Воск у них только с пасеки чистейший. Даже для смазывания трубочек нельзя применять ничего, кроме чистого растительного масла елея. Нитка фитиля должна быть из природного материала. Далее настоятель сам определяет, сколько необходимо зажечь свечей, и чтобы не было никакого передвижения по храму ни свечей, ни тех, кто их будет ставить. Настоятель может поручить это одному из служителей, ни двум и ни трем, и стараться зажигать их до начала богослужения. Свеча должна догорать до конца и сама погаснуть. Настоящее всесожжение. Во всех храмах сегодня, не считая армянских, идет наглое, неприкрытое воровство. Одна треть свечи еще не сгорела, как ее уже гасят, и ворованные огарки сбрасывают вниз на переплавку. И это лучший вариант среди воров. Очень часто, когда большой приток грешников к прихожан, и свечей поступает так много, что их можно сжечь только в паровозной топке. Их складывают в корзины, и заново направляют на продажу к свечному ящику. Иногда эта мерзость перепродается многократно, все воскресая и снова отправляясь в греховный путь. Придумали целую систему. За кого, когда, какую свечу можно ставить? Все эти вопросы возникли от полной бездуховности, от язычества невозрожденных лжехристиан. Ни за кого не ставить. И у нас, у православных свеча, не приближает нас к Богу, а только лишь символизирует, напоминает о нашем стоянии перед Богом, что мы обращаемся к Библии как к светильнику, что мы исполняем заповеди Христа и творим добрые дела. Горение восковой свечи благотворно для дыхания всех больных и астматиков, благотворно для зрения, как колебания пламени. Дает умиротворенное настроение и теплоту в душе, как бы настраивая на молитвенное состояние. В наших общинах все делается именно так, как здесь описано. По благословению священника чистые наши сестры готовят свечи, которые еще до зажигания ароматом наполняют всю церковь. Да будут благословенные их руки. На покупку воска средства дают все желающие в этом участвовании добровольно. Это вторая десятина. Книга Тавит 1.6 Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам ливийным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал кому следовало, как заповедовала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Противники использования свечей имеют больше доводов в пользу того, что свечи в церкви вообще не нужны. Но они не правы, когда говорят, что свечей никогда не было в церкви. Вот история свечи в течение двух тысяч лет по житиям святых. Память 1 января. Василий. Пресвитер Анастасий сказал своей жене Феонии. Зажги свечи. 2 января. Серафим Саровский. Много восковых свечей приносили к нему. 8 февраля. Феодор Стратилат. Когда справляли память ему, то были свечи и кадила. 11 февраля. Власий. В память мою возжигайте свечи и фемиал. 12 февраля. 12 февраля. Алексий Митрополит. Поехал к ханше Тайдулли и свеча сама зажглась у гроба Петра. Память 12 марта. Феофан. На острове зажег свечу и фемиал, приветствуя далеко в море невидимого ему провозимого мимо на корабле патриарха Никифора, едущего в ссылку. 14 марта. Венедикт. Юноша светил ему при ужине. 3 апреля. Никита. Анфим держал в темнице свечу. 2 мая. Борис. Пономарь забыл потушить свечу и сгорела церковь. 11 мая. Мефолий. Зажгли белые свечи. 23 июня. Покаяние феофила. Бесы шли с зажженными свечами и в светлых одеждах. В светлых одеждах. Покаяние черные. 3 июля. Иокинф. 38 дней не притрагивался к пище идоложертвенной. Ангелы возжигали свечи в темнице. 7 июля. Астеон. Увидел беса с зажженной свечой. 18 июля. Леонтий. Воины крестились и ходили в белых одеждах и со свечами. 21 июля. Симеон. Юродивый. Тушил в храме свечи и бросал женщин орехами. 7 августа. Пимен. Ангелы подстригли его и свеча 40 дней не гасла. 17 августа. Патрокол. Хоронили с немногими свечами. 30 августа. Александр Невский. Свечи сами загорелись и разлилась теплота. Все это после его смерти. 31 августа. 31 августа. Киприан Карфагенский. Тело его несли со свечами. 1 сентября. Симеон Столпник. Хоронить со свечами и кадилами. 9 сентября. Иоаким Иоаким и Анна. На введение во храм девочку Марию сопровождали с зажженными свечами. 13 сентября Корнилий. Похороны его со свечами. 12 октября. Тарах. Три свечи указывали, где находятся их тела и вели до самой горы. 19 октября. Уар. Клеопатра зажигала фимиам и свечи. 21 октября. Иларион Великий. Тело его встречали со свечами. 26 октября. Дмитрий Солунский. Юноша крал приносимые свечи и внезапно умер. 2 ноября. Макриан. Маркиан. Никогда не зажигали свечи, но постоянно был свет. 11 ноября. Феодор Студит. Велел возжечь свечу. И начал петь отходную. Вот эти данные, никакой стащок никто не дарит. Никакой стащок контролирует. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Том 4. Вопрос 1282. Тема «Смерть». В символе веры есть слова «чаю воскресения мертвых». О духовном или о физическом воскресении идет речь в этой молитве. Отвечает Игнарий Тихонович Лапкин. Так как читают это исповедание веры верующие, которые, как предполагается, уже духовно родились свыше, по теории, а на практике это бывает феноменально редко, то самой радостной жизнеутверждающей вестью христиан была весть о воскресении из мертвых Спасителя и их самих. 1 Коринфянам 6.14. Бог воскресил и у Господа воскресит и нас силою Своею. 1 Фессалоникийсам 4.16. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Евангелие от Иоанна 5.28. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия. Книга Ева 19.25. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Евангелие от Иоанна 6.39.40.44.54. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня. И я воскрешу Его в последний день. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу Его в последний день. Но этого радостного воскресения для жизни со Христом во веки веков в раю удостоятся только те, кто родился свыше. Евангелие Теана 3.7. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Не через исповедь, которая душит сегодня десятки раз на дню, а через слово Евангелия, через принятие Христа в свое сердце, как своего Спасителя. Только они удостоятся этой радости. Книга Откровения 25.6. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Это духовное воскресение дает залог Духа Святого через принятие Христа в свое сердце, через жизнь во Христе. Евангелие от Луки 15.32. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ефесянам 2.5.6. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вершина далекая, кажется близкою, с подножья посмотришь, рукой упадать. Но снегом глубоким, тропой каменистую, идешь и идешь, а конца не видать. Расул Гамзатов Расул Гамзатов Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 5, вопрос 1423, тема «Смерть». Можно ли отпевать крещённых, но не верующих? И что вообще даёт душе усопшего отпевание? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вас интересует моё личное мнение, или что об этом говорит Бог через своё вечное и неизменное Слово, по которому Он и будет судить этот мир, и все наши деяния, или вам нужно знать, что напридумывали люди в исторических церквах? Ещё раз повторю, что наши занятия так и называются. Изучение Слова Божия и толкование Его по Святым Отцам Вселенской Церкви с первого века. В Библии об отпевании нет ни слова, ни даже намёка на то, что участь человека, кто бы он ни был, изменится после его смерти. В чём Бог застанет человека, в том и будет судить. Ибо после смерти нет покаяния. Евангелие Таана 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. 2 Калифянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Калифянам 5.10. Нам разрешается даже прослезиться на похоронах, но и не более того. Иван Златоуст высмеивает тех, кто устраивает на похоронах зрелище, когда женщины распускают волосы и вопиют. «На кого ты меня покинул? Дожила я с тобой, как у Христа за пазухой!» Это вызывает смех в язычниках, которые видят, что у нас нет веры в загробную жизнь, и мы точно так же, как и они, скорбим безутешно. «А в действительности же мы должны бы радоваться, что человек из юдали, печали и скорби ушёл к своему другу, к царю неба и к любимому искупителю Иисусу Христу». Деяние 8.2. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нём. И такой плач есть остаток ветхозаветного отношения к смерти. В Новом Жизовете, особенно по житиям святых, мы наблюдаем иную картину, когда кончину мученика христиане торжественно приветствовали, как бы видя колесницу с неба, забирающую труженика в вечный покой. Неужели мы не можем отличить друга от врага, раба, служащего от беглеца из дома отчего? Если человек и был крещён, а жил вне церкви, то о каком отпевании может идти речь? Отпевать пришли раба Божия, что и говорится в тексте отпевания. Сам обряд отпевания придуман неизвестно когда и кем, но слова в нём хорошие, ободряющие. Согласно их и нужно применять это отпевание только по отношению к верующим, жившим во Христе. Деяние 21.13 Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце моё, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Если бы реально мы представляли, что происходит после смерти, то отношение к этому было бы торжественным, а не мрачным. Сирахов 22.11 Плачь об умершем семь дней, а о глупом и нечестивом все дни жизни его. 22 февраля 2003 года погиб мэр города Барнаула Баварин Владимир Николаевич. Мне его очень жаль. Мы не были с ним очень близки, но он был нам не безразличен и как оказалось мы ему. Об этом мне говорил председатель краевого суда Пашков В.И., рассказывавший, как высоко Баварин отзывался в разговоре с ним лично обо мне, просто очень восторженно. Такие же слова он говорил и другим. И журналистам, которые удивлялись этому, потом мне это и передали. Но главное в том, что он помог мне получить хотя бы всего одну двухсотую часть стоимости того, что у меня было конфисковано в 1986 году. А это получилось, что два здания общей площадью 226 квадратных метров, где мы теперь можем и жить, и главное молиться, и собираться для занятий. И он держал нас на контроле, интересуясь, нуждаемся ли мы в чем. Он помог эти нежилые здания освода превратить в жилые, и все расходы отвел от меня. Все сделали бесплатно. Ходил я и во дворец спорта, где было тело его выставлено для прощания с ним. Мне настолько было жаль его, что я не мог от слез воздержаться и про себя молился, напоминая Богу о том добре, какое мне сделал этот человек. Господи, прости за эту молитву об этом человеке. И он жил как совершенно мирской человек. Он не был Твоим рабом. Жил, как живут неверующие. И он даже не позвонил мне, не попросил молиться за него, чтобы путешествие его было безопасным. Но перед Тобой, Господи, все открыто. Ты знаешь, как он хотел людям добра, как он любил по-своему этот несчастный и бедный народ. Это, конечно, не отпевание, но своя личная молитва. О смерти этого Владимира, столь несчастного, я сказал по телефону и в Москву, в монастырь Московской Патриархии, и нашему правящему архиерею РПЦЗ, сказав, что я узнал, что погибший был крещен. Я даже и не просил молиться о нем, а дал намек, что можно бы воздохнуть о нем. Когда люди желали расположить Христа к человеку, то они напоминали Господу о благодеянии, какое сделал для них этот благодетель. Лука 7, 5. Ибо Он любит народ наш и сотворил нам синагогу. Нам негде было молиться, а теперь есть свой храм, хотя и в жилом доме. Построил. Построил. Лука 7, 5. Ибо Он любил народ наш и построил нам синагогу. Ты не противник, не противник. Лука 7, 5. Ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Нам негде было молиться, а теперь есть свой храм, хотя и в жилом доме. Вот такая молитва от глубины сердца. Она в первую очередь тебе самому полезна, чтобы сохранить в себе чувство благодарности. Это чувство помогает быть чутким к добру и всегда за все благодарить Бога. Да, этот человек был не член нашей общины. Ну и что? Он был когда-то коммунистом и даже парторгом, но написано в притче 16.7 «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примеряет с ним». Члены нашей общины все любили его и молились всегда за него, когда он был еще жив. Молятся многие за него и сейчас в своей келейной молитве. Это и есть подлинное отпевание. А если от этого польза? Когда об этом спрашивали Конфуция, он отвечал. «Если скажу, что есть, то вы забудете и про живых, будете жить на кладбище. А если скажу, что нет пользы, то перестанете заботиться об умерших и творить о них память. Вот когда умрете, тогда и узнаете». «Надо жить с проглядом вперед. Но если человек думает, что он умный, а за рулем не может понять, что дорога скользкая, если она еще и снегом присыпана, то он все-таки жмет со скоростью более ста километров в час. То он дурень пустоголовый и кабан под закланием. Со мной в больнице лежал пацан 15-летний. Он в горах на особых горных мопедах гонял на соревнованиях и сломал ногу и ключицу. Гоняются на мотоциклах на льду. Но это безумные рисковальщики. На них ничего нет. Трусы да часы. Ангел смерти уже занес над ними меч. И ничьи жизни его оборвана вмиг. А здесь глава столь большого города, возраст уже почти 64 года, и несся куда не надо, сломя голову. Скольких людей он подмял этим прыжком в вечность, этим кульбитом безумия. Да благо бы еще, если в храм ехал или на помощь утопающему. А то все в какие-то спорткомплексы, как губернатор лебедь. На стадионах всегда толпы демонов, как свидетельствуют жития святых. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 5, вопрос 1468. Тема «Смерть». На прошлом занятии вы советовали не пить даже в Рождество. А как быть, если на поминках и похоронах приходится быть, и люди говорят, что нельзя отказываться, хотя бы это было и в пост. «Оказать любовь и уважение к людям превыше поста». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если хочешь выпить, то причин будет так много, что и на твоих поминках могут в этот же день другие отметиться. «Если у вас жена иной нации или иной веры, то эти причины увеличиваются вдвое. Если ты патриот и имел пеструю трудовую книжку, то можешь с моряками и шахтерами праздновать дни их. А согласно Слову Божию, всем выпивохам обещано горькое похмелье в аду». 1 Коринфянам 6.10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследуют». Притча 23.21. «Потому что пьяница и присыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Бог в нашей жизни все распределил и снабдил нужным по каждому отдельному случаю. «Если тебе весело, то у тебя рот скобкой вверх, и иногда даже слезы выступают, но когда печаль, тогда слезы ручьем текут». Исерахова 36.15. «Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их?» «Скорный час смерти есть самый печальный час, когда человек отходит в путь всей земли, в путь невозвратный. Плачет он, и о нем рыдают». Послание Римлянам 12.15. «Радуйтесь с радующимися, и плачьте с плачущими. Если пить спиртное есть горе для души, то сколь непристойнее пить на поминках в скорбный час. Тут-то и нужно подумать о своей будущности, потому что и нам грозит подобное». Первая книга Маковейская, 2.63. «Сегодня он превозносится, а завтра они найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб». «Не будьте рабом чужого мнения, и кто бы ни звал вас на поминки неверующих, никогда не ходите. А уж если пришлось там быть, то возвестите всем о любви Божией». Это время и место не содействуют восприятию проповеди, но слова эти могут припомниться когда-нибудь слышащими сегодня. «Если же там началась выпивка, уйди тотчас». «Нет выше звания быть человеком и притом христианином, так и держите. И даже в Рождество в рот не берите ни грамма, никого не соблазните этим и себе не повредите, и никогда о том не пожалеете». Книга Притчей, 23.20. «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом». Римлянам, 14.21. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Пару минут паузы. Продолжение следует... 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 Книга «Открытым оком». Том 5. Вопрос 1470. Тема «Смерть». В вашей книге «Для Слова Божия не туз» говорится о Геннадии Яковлеве, в дальнейшем иеромонахии Григории, и что он был убит Кришнаитом. Что было дальше с убийцей, вам известно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В газетах была заметка о том, что его признали невменяемым, и значит он будет на свободе искать следующего батюшку. Дело еще вот в чем. В православии сейчас идет соревнование за канонизацию местночтимых святых. Так в советские времена каждый район бился за то, чтобы у него был хотя бы один герой социалистического труда. «Избранной» в кавычке «жертве» приписывалось несуществующее, писались героические биографии, и всем было хорошо. Мне приходилось читать про один большой колхоз имени Берии, когда Лаврентий Павлович был еще жив, что в этом селе было 147 героев социалистического труда. Я там не был, сам героев не считал, но допускаю такую возможность. Так и с отцом Григорием Яковлевым, благочинный Енисейского округа, весьма уважаемый мной отец Геннадий Фаст, прислал мне письмо по поводу убиенного. Вот ответы брата моего и мой. Мир тебе, отче Геннадий, Христос воскрес! Узнал через письмо от вас к Игнатию Тихоновичу, что вы там выпустили книгу воспоминаний о Григории Яковлеве. Вы, наверное, включили в свою книгу воспоминания от Енисейских. Я считаю, что это совсем не полные воспоминания по ранее намеченному направлению. Я знал отца Григория немалое время. Церковную жизнь он начинал со мной в Тобольске, где я в то время был настоятелем Покровского собора, а Гена – алтарником. Долгое время мы жили и трудились вместе. И неужели вы не знали об этом, или вам не нужно было это знать? Мой брат Павел является крестным... Простите. И неужели вы не знали об этом, или вам не нужно было это знать? Чего не так? Этого знать. Этого? А я это говорю, да? Этого знать. Мой брат Павел является крестным отцом отца Григория. Я с Геной, как говорится, не один пуд соли съел и мог бы вспомнить много интересного и полезного. Храни вас Бог с любовью, отец Иоаким. 11 мая 2002 год. Поселок Потеряевка. Фасту отцу Геннадию. Христос воскрес. Мир вам, отец Геннадий. Приехал отец Иоаким, и я дал ему прочитать ваше письмо от 22 апреля 2002 года. Он остановился на фразе из вашего письма. Цитата. Сейчас готовим к изданию книгу об отце Григории Яковлеве, в которой собраны воспоминания о нем различных знавших его людей. Книга об отце Григории Яковлеве уже вышла из печати. Заказать можно у Игоря Миндалева в Красноярске. Индекс 660-028, город Красноярск, улица Лада-Цек-Хавели, 54, квартира 15. Игорь, видимо, Викторович. Я это прочитал, и хотя мне не совсем приятно было все в этих словах, но я промолчал. Промолчал и тогда, когда ваши первые впечатления читал после смерти Гены Яковлева. Хотя тоже там было и немало, с чем я был не согласен. Промолчал, уважая вас. Но вот отец Иоаким заговорил о Гене, когда он был там в Тобольске, начинал вхождение, прислуживание в алтаре. Все же там при отце Иоакиме он был не день и не два. Разве воспоминания отца Иоакима так лишние были бы в книге этой? Я свое вспомнил, как Гена появился впервые в моем доме, как начитывали архипелаг ГУЛАГ, 20 век христианства, трагедию русской церкви, масонство, тайна беззакония в действии М1-М5. Он со мной ел и пил ни день и ни два. Я его ввел в круг друзей, привел их к купели, и Павел, брат мой, его восприемник. Но вы даже не спросили ни разу ни отца Иоакима, ни меня, ни Павла, не поинтересовались нашим мнением. А наше мнение дало бы основной вкус, запах, свет и цвет, в кавычках, житию. У меня в книге проповеди в стихах «Церковь, свобода, тюрьма» Гене Яковлеву посвящено стихотворение «Обида». Почему вы нам не написали, не спросили, почему пренебрегли, или в общий хор аллилуйщиков и типиконщиков наши воспоминания не вписывались? Диссонанс не на той ноте. Приезжал сюда член Союза писателей СССР Александр Нежный, писатель. Он прочитал ваши воспоминания «Храм на крови», хотя нужно было написать «Храм в крови», а это огромная разница. И нежный, читавший ваши воспоминания, привез их из гостиницы утром и сказал «Сколько тут нехороших подозрений в недомовках фаста! Эти мальчики, вздорность характера, все дает пищу уму! Нет, тут темная лошадка!» Так похоже, что вы склонны к страшному безумию, лже-православию, к канонизации, то есть предвосхищению суда Божия. Это есть правая сторона суда. Кто же дал право прежде страшного суда толкать людей только на правую сторону? Страха Божия в вас вовсе нет. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Исайя 47.10 Вам для размышления. Первое. В последнюю нашу встречу Гена Яковлев был и остался страшным в самости, в самодурстве, в непокорстве и лжи. Наш разговор шел под запись, но он вынудил меня все стереть, то есть его вскрики, бешенство. Я так и не видел его ни разу в роли священника, он ни разу не приехал, не писал. Мало того, он сверхнеблагодарный, меня еще и поносил заочно. За что? Обидчивостью его не было предела. Если бы он меня и старших опытных слушался, то, может быть, жив был бы. Смерть его, естественно, ему. Слыша угрозы, не внял. Будучи один, открыл ночью дверь смерти. Зачем открыл? Чтобы потом хвастануть перед всеми, что вот Игнатий или кто другой боятся, а он не боится. И получил свое без сдачи. Второе. За что Гена Яковлев трогал, жаловался на баптистов? В прошлые времена это имело бы какие последствия? Пересажали бы их наполовину. Он делал на баптистов самый настоящий донос. И в этих грехах он отошел, не раскаянный на суд Божий. И не за веру пострадал, а за дерзость и самость. Гена был умностителен, злопомнящ и хулитель. О нем вам надо крепко молиться, а не гнать канонизации. Вы берете на себя страшный грех лжесвидетельства. Первое, что нужно вам сделать, это изъять все книги об отце Григории Яковлеве, найти проданные и задержать их. Думаю, что ваша эйфория, алтарный, в кавычках, кайф, скоро пройдут и без моего вмешательства. Считаю, что сделать то, что я говорю, может человек с неискореженной совестью. Гена не ожидала развязки такой и уходить из жизни не хотел. Плакал. Тут не о канонизации безумной думать надо, а заодно эту попытку получить строгое наказание и эпитемию. Не думаю, что вы воспользовались воспоминаниями. Первое, Надежда Васильевны. Она его долго терпела, поила, кормила, обстирывала. Второе, Шитиковой Вали, он у нее жил и она любила его. Третье, Барнаульских, Вали Коневой, Аллы Петеримовой, ее сын Вовка, крестник Гены. Николая Олеговича Шевченко, сколько они были, жили вместе. Тони Гладких, Долговых, Саши, Нины и других, вы пренебрегли всеми. Католики так не делают при подготовке к канонизации. Четвертое, делали ли запрос Тамаре и отцу Александру Пивоварову. Пятое, Новосибирские старообрядцы. Шестая, Дуся, сестра моя много с Геной нянчилась, скорую вызывала ему. Вопрошали ли Хризастома, Восьмое, Аня Вознюк, Гениных близких на Украине и других. Всегда нужно представлять, что вот этот умерший вдруг оживет со всеми своими привычками. Как бы канонизатор ужился с ним? Как бы ты, канонизатор, ужился бы с ним? Или как у Марка Твена, приключения Кекельберифина, воспоминания, патетика, а он жив. Буквально свалился сверху. И первым же делом учительница отдала ему затрещины. Не умолчи, отче, ответь подробно и сразу же по всем вопросам. И ответь, для чего тебе такой провокацией канонизации заниматься? Как ты мог докатиться до такой жизни? Человек, переживший сознательное обращение ко Христу, свалился в такую немощь, как Шукшин МВ говорил. Черт-те, чем занимаемся. Даже в фильме Кузнецова ВС вы ни слова живого не сказали. Но идете с зэком и потом голосок, перечисляющий святых и монотонно мертво. Молите Бога о нас, молите Бога о нас. Лукавое окаянство на Руси. Проиграли все и вдруг дали свободу. И снова игра Капранова в казаки, в черносотенцев, в монархизм. Слепились с Зюгановым конференции академии. Больной бред юродивых. Где же живое слово Евангелия? Живая, вдохновенная проповедь о воскресшем. Не стилизуйте жизнь грешника. Это позорно и гнусно. Тебе, отец, на переплавку надо. Ты закис и уже воняешь. Опомнись. Иеремия 6, 26. Дочь народа моего. Опояжь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы о смерти единственного сына. Горько плачь. Ибо внезапно придет на нас губитель. Я люблю тебя очень. От Надежды Васильевны поклон. Она сейчас в Тольменку поехала. И там есть воспоминания. 11 мая 2002 год. Игнатий Барнаул. Не давайте повода врагам похулить святыню и левитов из камней язвительных курган. Сколько там хорошего убито. Ничего не значит, что из дома не выходит девица-сиротка. Ни с одним от роду не знакома. Но извит завистлива, как котка. Что им до того? Пускают стрелы черные. Язвительно судачат. Знают, перетерпим. Скороспело не получат по-чеченски сдачи. Осторожно. Ровно. По-соседски. По утрам киваю из окна. В адрес мой клубятся дымом едким. Получаю за добро сполна. Ничего не сделать, не попишешь. Вековечна ненависть в народе. Перетерпим. Нам не будет лишним. Наша жизнь не по последней моде. Не даю мне, кажется, им повод. Нехрести причалили к крыльцу. Бешеная прыгает корова. Микрофоном щупом по лицу. От прабабки промахи прадеда. На анализ делают мазки. Где бы ни сидел и ни обедал. Лакомые выхватят куски. Им не нужно повода, причины. Ухватить загачи втихаря. Не дождутся памятной кончины. Есть враги. Так значит, жил не зря. Сколько на моем крутом точили, Изломали зубы и клыки. На живом примере вас учили Батальоны, взводы и полки. Не давал им повода для ссоры. Целовал иконы, руки, крест. Но следят за мной сексоты воры. Под котлом от пакли слышен треск. Каждому свое предназначение. Аспидная змейка с языка. Начинаем здесь свое мучение. Сан левицкий схватка языка. Им бы что понятней и попроще Плюнуть, растереть и подсушить. Судит, рядит с колокольни кочки. На экране мелко мельтешит. 26 сентября 2002 год. Игнатий Лавкин. Поезд в Барнаул из Потеряевки. Достаточно на сегодня. Спаси Христосу. Спаси Христосу. И они все высвечены. Видно хорошо. Видно хорошо их видать. Сиди, чувачки, с вами он сказал. Книга. Высвечите, я тебе заберу. А я вам ссылку дал на этот. Ну да, сделай так, пожалуйста. Все, с Богом. С Богом. Ой, ой.